Как вы считаете, вот те компетенционные механизмы, которые представляет правительство замену повышения налоговой ставки, действительно компетенцией для налогового обладательщика по налогу на премию, на грош основы налога на премию? Добрый день, коллеги. Слышал меня, да? Ну, вообще, конечно, любое повышение ставки налогов воспринимается в бизнес-сообществе, которого немножко, скажем так, негативно, поскольку для бизнеса налоги – это такой же битро расхода, когда поселение бизнеса, что зарплата, что там, сырье, основные средства. Это основы, которые, по-моему, сидит у нас, функулируют налоги и развиваются. Поэтому, конечно, никто еще пока не позвонил, но я бы сказал, что как классно, что вы принимаете ставку на 10%. Но, в то же время, если посмотрите, скажем так, страны с разной короткой, то у них эта ставка налога на премию где-то в диапазоне 10-10%. Поэтому эта ставка достаточно балансированная, комфортная, которая позволяет и бизнесу платить налоги, и выполнять свои центральные обязательства. Поэтому мы все понимаем, что сейчас есть некоторое выполнение взаимодействия на бюджетах, как правило, 3-1-4. С нашей точки зрения, это достаточно приемлемо к западному предложению. Тем более, мы помним, что в Российской Федерации были ставки и 24%, и 35%. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно неправильное решение, которое позволяет ввести интересы и бизнеса, и государства. К тому же, где-то года 2-3 назад, когда поднималась ставка по НТПЛ, многие ожидали поднять налоговые ставки в налоговый номер. Были такие ожидания в бизнесе, они не оправдались тогда. И поэтому сейчас в отношении ставки на 2-3,5% не стало, скажем так, суббитом для многих. В отличие, конечно, от того, что теперь те, кто находится в упрощанке, ну, в упрощанке, как на слайде, будут платить НТПЛ. Что касается СОБЕР, то, конечно, они в полном объеме не могут перекрыть ставку налоговых номеров. Там, по сути дела, в двух примерах. Это, в первых, то, что получается коэффициент полутора процентов, в полутора раз до двух, в полу ряда основных средств, которые в предприятии приобретают. Это, в норме сейчас, в месте, просто в час-кватора. Тогда это может увеличить расходы в 2 раза. То есть это высокотехнологическое оборудование, по-прежнему, которое в странах правительства СССР. Это программы включения, на связанные с искусственным интеллектом. Это радиоэлектроника. То есть есть некий печень, покупая которую, вы сможете внести в расходы большую сумму, чем где-то реально потратили. Поэтому, грубо говоря, скупить наступки, а в расходы, наступки, 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 наступки. Но сейчас 150. То есть вот этот порог немножко увеличивается. Ну и второй инструмент – это так называемый инвенционный федеральный вычет, о котором многие говорят. Сейчас вычет инвенционного существования в Российской Федерации. И многие возят в Татарстань, поскольку для того, что было применение штаба в соответствии с федеральным знакомствами с федерацией, в Татарстань – один из многих регионов, который я принял, поэтому для нас это будет еще более новым инструментом. Суть его заключается в том, что налогоплательность может уменьшить налоги, которые выплачивают в федеральный бюджет, а федеральный бюджет, который выплачивают 40%, и региональный, а сейчас 17,3% – это федеральный бюджет. Он сможет эти 8% уменьшить на некий перечень расходов, которого вообще нет, которые установят в правительстве Российской Федерации, на которые уменьшится сумма налогов, уплачиваемая в федеральный бюджет. Высходя из опыта существования лицозного бюджета, который сейчас есть, в инфляционных регионах, то, как правило, это расходы, связанные с премьеративной основной средой для рекопилы, это расходы на Нью-Йорк, это связанные с покупкой программного стечения, то есть какие основные будут популярные видосходы, которые можно будет уменьшить на налог на федерации, изучаемые федеральные бюджеты. Но есть ограничения. Ограничения – это не более 50% сходов, которые налогоподвижщик принесет, купил основные средства на 100 рублей, но только 50% нужно будет учесть все эти уплаты налогов и реальные бюджеты. И еще одно ограничение основное – это то, что в итоге, когда вы считаете сумму налогов на прибыль, она должна быть увеличена, потому что налогов на прибыль при выплате 3% федеральной части. То есть, по сути дела, это механизм позволяет вернуться с каждого 20%, если будут такие расходы у налогоплательщика и за счет вычета за эти 5% они могут быть невелимыми за счет капитального положения. По сути, эти выплаты, хочу сказать, что это традиционные меры, наверное, их надо рассматривать больше не как веры кондиционного характера, а скорее все-таки как мотивация для того, чтобы развивать свой бизнес, вкладывать свои границы и так далее. Мы знаем из экономической налоги, что налоги – это не только федеральная функция, но и функция реформирования, мотивации, и поэтому, наверное, этот инструмент надо меня в этом ключе и рассматривать. Ну, представим, что на сегодняшний момент еще нет этого перечня, который будет завершена, какая-то снасельная операция, по поводу того, что мы можем учить за 3-4 тысяч. Ну, дальше рассмотрим, какие-то будут дела, по чему того, на что можно будет уменьшиться на уровне инфекционного платежа. Можно уточнить, а можно будет уменьшить повышенный 5% или есть налог, который в федеральном рынке? Ну, есть налог, я в основном говорю, поскольку налог будет 8%, то есть 8% можно уделить миллиарды. До нуля нельзя, может быть только до суммы, а когда получается, то есть он применится, скажем так, 3%. Ну, там написано, значит, буквально следующее. Сумма налог, подлежащая за счетом федерального бюджета в результате уменьшения на вычет не может быть ниже налога и счетом по статье 2%. Вот этот, вот 8, 3 остается, 1 на 5, поскольку делал, ну, больше чем на половину можно будет уменьшить результат налога, за счетом, как федеральный бюджет. Как вы считаете, вот, в 26-м году именно после перенятия законов, когда вот эти механизмы будут объявлены в 2021 году, инвестиционную налоговую вычет, то есть повышенные эфициенты для формирования предначальности объемов. Не возьмут ли спад инвестиционной активности по этим направлениям, потому что все мы знаем, что слово будет инвестиционной налоговой вычет, нужная эта сумма уменьшит налоговая в 2021 году. Зачем мне в 2024 году осуществлять эти расходки по повышенным инвестиционам, если я ее приблизу, то перенесу на следующий год. А как человек, не может появиться такая ситуация? Наверное, он может, это логично. Я думаю, что те, кто занимает налогопланирование, наверное, они постараются принципиально преодолеть в будущий год, за счет увеличения выручки по тем проектам, которые идут сейчас, не желательно закончить на свободе, с тем, чтобы увеличить свою выручку, увеличить нового маркетинга, который будет облагаться другим по повышенным инвестициям. Но это то, что бывает. Как считаете, самое что касается инвестиций, может быть, имеет смысл повременить инвестиции, чтобы на следующий год получить выше? в полгода такого инвестиций как с собой какой-то смысл предложения такого характера, чтобы дать право, чтобы не термолить инвестиционную активность 2024 года, дать право применять федеральный инвестиционный науковый вычет на объекты инвестиций, которые будут по тому полугодии 2024 года с учетом, чтобы не придерживать инвестиций на 25 год. Это, наверное, разумное решение, которое будет стать организацией с точки зрения учета и технических и так. Здесь надо еще сказать о том, что для этих компаний будет 25%, 5%. И у них была скорая ставка нулевая до конца 2024 года. Непонятно было, как ситуация. То ли продали новую ставку. В итоге им дали рекорд доставку 5% для этих компаний . Поэтому, наверное, можно быть на тем, что есть другие отрасли экономики, которые нуждаются такой поддержки. это может обрабатывать, возможно, на медицинские меры, и возможно, что там было бы логично и правильно применить ставку меньше, чем 25%. Спасибо. с главным советом профессионалов в области аудита, бухгалтерии, чисто экономии, по возможности максимизировать прибыль 24-го года, не переносить прибыль на 24-го года. Подписывайте акты 24-го года. Прибыль считается по области системы. Поэтому всегда есть вопрос переходного периода, в какой налоговый отчетный период уходят выручки допустим декабря и так далее. Все зависит от того, как вы оформите документы на продажу, на закрытие своих работ, услуг, потому что зачастую фактически выполненные и откруженные проданные товары оформляются в начале января, и когда уже эти операции, которые будут оформлены документами 25-го года, но которые относились фактически к 24-го года, они попадут в доходную часть 25-го года и уже проходит отложение прибыли, которые будут идти по 25-го процентов, 25-го процентов. Очень внимательно надо подойти к вопросу переходного периода, когда будете переходить с одной ставки на другую ставку. Максимизировать доходы, минимизировать расходы. еще одно маленькое предложение с изменениями, что повышается федеральная часть наук. Конечно, было бы хорошо достанется его мощной механической культуры, чтобы эти проценты повышения наук было другого с другом поддержки. Поэтому, наверное, можно и сократить все впечатление наших комплиментов. создавались в городном здании, и у нас в сайте госсовета присутствует, я думаю, что в госсовете это правило тоже знает, это правило решить откровенность. Сергей Владимирович, можно вопрос? Да, конечно. Не знаю, Кальдар Гадельевич или, может быть, коллегам по радиоэлектронной промышленности. Масляхин Сергей Владимирович, верное решение. Будьте добры, вопрос такой.